Первая табличка Галифе Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Севик Акишев. Это программа «Бегом за деньгами» здесь, на Хабаре. Это и викторина, и эстафета, и море удовольствия. Сегодня с нами играют и соревнуются между собой за синим столом фрилансер и, в принципе, профессиональный киберспортсмен Ренат Исамединов. Здравствуйте, Ренат. И Дарья Береснева, бакалавр факультета искусств. Вот сейчас уже готовитесь к тому, чтобы продолжить работу. Об этом мы обязательно поговорим. За красным столом играет менеджер фармкомпании Наталья Савельева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Сергей. И Татьяна Иврагимова, экономист. И вы подруги, и вы друзья, правильно? Да. Замечательно, прекрасно. Сегодня играют друзья против друзей. Давайте похлопаем! Мы готовы начать первый раунд нашего шоу. Давайте сыграем. Уважаемые зрители, на всякий случай хотим напомнить вам правила нашей викторины. Правила первых четырех раундов телевикторины «Бегом за деньгами». На правом табло обозначены шесть слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются четыре таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно сопоставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают 10 баллов. По итогам четырех раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч тенге. Итак, дорогие игроки, в самом начале мы обращаемся к монете «Удачи». Синяя с одной стороны, красная с другой. Наталья, Татьяна, Ренат, Дарья. Сейчас узнаем, кто из вас первым выберет категорию «Синий стол». Так, хорошо. И, интересно, мужские или женские имена? Мужские или женские? Женские. Женские имена. Один мужчина сегодня. Ну, мы вдвоем с ним. Я, так сказать, нейтральный наблюдатель. Но из игроков, да. Он решил выбрать женские имена. Вам достались мужские. В таком случае, ну, тогда я не могу не спросить о любимых женских именах. Ренат, одно. Диана. Диана. У вас? Мария. Мария. Диана и Мария. Посмотрим, будут они на тобой или нет. Прошу, пожалуйста, красные кнопки под аплодисменты нашей студии. Ренат и Дарья, мы выяснили, какие имена нравятся вам. Сейчас посмотрим на табло. Внимание. Первая часть вопроса. А, это страны сначала. Сначала Англия, Казахстан, Грузия, Греция, Израиль и Индия. Я думаю, вы догадываетесь. Первый раунд у нас обычно простой, разминочный. Слева будут появляться имена. А, поэтому одно имя к соответствующей стране. Еще важная ремарка, не забывайте о времени. Желательно уложиться меньше, чем в 30 секунд. Тогда 10 баллов гарантированы. Вы готовы? Да. Вы нажимаете на кнопку, а он побежит, правильно? Да, я нажимаю, ты бежишь. Хорошо. Три, два, один. Время пошло. И первая кнопка, и первая табличка. Айгуль. Откуда Айгуль? Так, хорошо. И, пожалуйста, дальше. Следующее имя. Лакшми. Лакшми. Куда она пойдет? Так, хорошо. Дальше. Следующая табличка. Юдив. И здесь у нас замечательная страна. Вот такая. Последняя табличка. Манана. Манана. Откуда Манана? Манана из... Так, хорошо. И бегом, 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 бегом. Ой-ой-ой. Если бы я вам не подсказал, вы могли бы, в смысле, по времени, могли бы не уложиться ровно в 30. А так у вас 10 баллов на табло за скорость. Молодцы. Мы распределяем силы. Да. А, понятно. У меня просто ножки короткие. Да? Экономите. Хорошо. Ну, тем не менее, все прекрасно получилось. Конечно, Айгуль из Казахстана, Манана из Грузии, Юдив из Израиля, Лакшми из Индии. Молодцы. 50 максимально возможно заработали в первом раунде. Прекрасный результат. Возвращайтесь к нам сюда. Наталья, Татьяна, у вас мужские имена, ну и тогда, какие любимые мужские у вас? Ну, конечно же, Данила. Данила. Почему? Потому что это мой сын. Замечательно. Именно Данила с А в конце. Да, именно с А. Хорошо. А у вас? Тимур. Тимур. Почему? Потому что это мой старший сын. Замечательно. Большой привет вашим семьям, вашим замечательным детям. Спасибо. Мы желаем вам успешного забега. Прошу кнопки. Наталья, Татьяна, мы выяснили ваши любимые имена. Давайте посмотрим, что будет появляться на табло. А там снова страны. То есть, я так понимаю, вы догадываетесь, задание практически то же самое, только про мужские имена. Франция, Италия, Япония, Германия, Англия и Казахстан. Я уверен, что вы справитесь. Не забывайте, пожалуйста, о скорости. Вам нужны гарантированные 10 баллов за время. Три, два, один. Время пошло. Первая табличка. Кайрат. А Кайрат у нас из... Так, дальше. Следующая табличка. Каруто. Каруто. Так. Хорошо. И дальше. Чарли. Чарли или Чарльз, можно так сказать. Так, хорошо. И последнее имя. Это Лоренцо. Красавчик Лоренцо. И... Ну... А вот... Наташенька, Татьяна. Ну, я ведь в самом начале говорил, чуть-чуть быстрее. К сожалению, 10 баллов за скорость вы не получаете, потому что последняя табличка, и вы были здесь, когда уже звучал таймер. Вы должны быть там, когда таймер еще не прозвучал. Это очень важно. Итак, Лоренцо и Италия, конечно. Харуто Япония, верно. Чарльз Англия, Кайрат Казахстан. Супер. Пойдемте ко мне сюда. Да, я видел, как Наталья кричала Тане, давай быстрее. Да. Что же вы ее не послушали-то, а? Мы разминались. А, разминались. Хорошо. Дали вам небольшую фору, скажем так. Да. 50 против 40, но лучше, конечно, так не рисковать. Да. Лучше всегда брать с небольшим запасом. С другой стороны, вы теперь точно знаете, что нужно делать. Итак, друзья, мы переходим во второй раунд игры «Бегом за деньгами». Поехали! Итак, друзья, продолжается игра «Бегом за деньгами». Наталья Савельева и Татьяна Ибрагимова за красным столом. Давайте немножко поговорим о вашей работе. Что входит в обязанности менеджера фармакологической компании? Ну, в частности, у вас. Мы помогаем людям находить нужные им лекарства в аптеках города. И помогаем, скажем так, поставлять эти препараты к нам в страну. Замечательно. То есть и импорт, и дистрибуция, и распространение работы с клиентами. Да, да. Прекрасно. Спасибо, что вы сказали это простыми словами, а не как я сейчас. Татьяна, экономист где? Образование у меня экономическое. Работала я недолго, два года. Занималась дистрибуцией, продуктами и питаниями. А потом ушла в декрет и стала заниматься детьми. Замечательно. Потому что у меня их четверо, и всем надо уделять внимание. Браво. Я всегда говорю о том, что труд домохозяйки – это, на самом деле, очень большое, серьезное искусство, которое требует, я не знаю, максимальной просто отдачи. А вы чувствуете обратную отдачу от вашей семьи, от ваших детей? В последнее время, начиная, ваши дети начинают взрослеть. Да. Стали помогать, стали друг другу уделять тоже внимание, дружить. И сейчас тоже уже задуматься, чтобы продолжить свою карьеру. Тоже в финансово-экономической сфере. Я думаю, да. Очень правильное решение. И только когда после ты заманежаешь четырех детей, уже все остальное, ничего, не страшно. Итак, Ренат, Дарья, вы у нас промежуточные лидеры благодаря скорости. Продолжайте в том же духе. Не надо почивать на лаврах. Вы заработали право выбора категории. Это одежда или еда? Одежда или еда? Еда. 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 Давайте еда. Так, любимое блюдо? Оливье. Оливье? Вау! А с чем? С колбаской, с индейкой, с мясом, с телятиной? С мясом, с курицей. С курицей? Да. Хорошо, так. Мясо по-французски. Ух ты, как здорово, замечательно. Аплодисменты. Слюнки потекли. Посмотрим, будут ли их любимые блины на табло. Пожалуйста, красные кнопки. Ренат, Дарья, сейчас мы с вами посмотрим на правую сторону табло и увидим там. Мясо по-французски. Нет? Да? Кулич. Блины. Оливье, кстати. Ура! Оливье есть. Пончик, коже и индейка. Это все замечательные. Какие блюда, вы догадываетесь? Нет. Праздничные. Праздничные, совершенно верно. А с другой стороны будут появляться праздники, которым они к месту. Итак, одно к другому. Три, два, один. Поехали. Первая табличка, время пошло. Паста. Так, это понятно и легко. Отлично. Дальше следующая табличка. Новый год. Так, хорошо, здорово. Так, 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 так. И Масленица. Масленица у нас это сюда. И последняя табличка это... Молодцы. Прекрасно с запасом уложились в отведенное время. Плюс 10 за скорость. Итого 60 уже на табло. Супер. Ну и не часто бывает так, когда какие-то вот ваши ощущения, связанные с категорией, ваши догадки, потом оказываются на табло. Пасха и кулич, конечно, правильно. Масленица, блины, верно. Новый год. Оливье. Супер. С курицей. И науру с курицей. Браво. Возвращайтесь к нам сюда. Немножечко поговорим и продолжим игру с Натальей и Татьяной. Ренат, когда вы занимались киберспортом, какие именно дисциплины и игры? Counter-Strike, Dota 2. Но на более профессиональном уровне именно Dota 2. Хорошо. А почему как бы хотели им стать, но не стали в итоге? Не уделил столько времени, сколько нужно. Так, но при этом, знаете, по вашей скорости, по вот какой-то такой собранности движений, я вижу вас, спортсмены из других видов спорта. Там, я не знаю, бег, паркур, нет? Очень стараюсь следить за здоровьем. А, замечательно, прекрасно. Дарья. Проблема любого киберспортсмена. Здорово, что удается соблюдать этот баланс. Вот всегда был вопрос, я думаю, не только у меня. Ходишь, изучаешь, ну, например, историю искусства. А как это потом в практической жизни применять? Я тоже задаюсь этим вопросом. А вы ведь в Германии обучались этому? Да, это правда, 9 лет. Прекрасно. И? Ну, у меня факультет с тройным названием, это искусство, музыка и СМИ, но в итоге это все время была история. История искусства, история музыки, история СМИ. Так. Куда теперь пойти работать, хороший вопрос. В Лувр? Ну, для этого нужен французский, а я его на немецкий знаю. Хорошо, есть Лувр, который в Абудаби, там можно, в принципе, на английский. А, у вас немецкий? Немецкий, да. Хорошо, замечательно. Дорогие друзья, вот, пожалуйста, прекрасный специалист, находится в Казахстане с уникальным образованием, в музее Абулхана Костеева. Там, в принципе, можно и без немецкого, да? Это, кстати, помогает. Да и вообще ряд других замечательных площадок у нас в стране думают о развитии. Так что, может быть, после нашей программы вам поступит официальный джоб-офер. Надеюсь. Нам комиссионные не нужны, мы за то, чтобы у всех все было хорошо. Итак, дорогие Наталья и Татьяна, вам досталась категория одежда. Прошу кнопки. Наталья, Татьяна, если мы будем говорить об одежде, ну, кстати, здорово, вы сегодня прям договорились, да, что придете в одном стиле? Да. Удобном для бега и в то же время визуально прям очень классно. Командном. Командном таком, это здорово. Ну, а когда появляется повод нарядиться, то что вы предпочитаете? Наверное, праздничные джинсы. Ну, ладно, не может быть. Ну, признавайтесь. Любимое вечернее платье есть? Оно короткое, длинное? Конечно, есть. Так, и короткое оно или длинное? Нет, оно длинное. Хорошо. А у вас? Да. Вечернее платье. Обычно, если какой-то праздник, обязательно платье, туфли. Макияж, прическа и вперед. Все, замечательно, прекрасно. Посмотрим, что у нас из категории одежда появится сейчас на табло. Появится ли там вечернее платье. Шляпа есть. Свитер есть. Футболка, плащ, брюки, платье. Нет, пиджак. Хорошо. А это, ну, скажем так, именно нарицательные, если говорить, или обобщенные понятия того или иного вида одежды. А слева чуть более конкретные, которые относятся к той или иной категории. Одно к другому нужно будет сопоставить. Три, два, один. Не забываем о скорости. Время пошло. И первая табличка. Галифе. Так. Ну, это легко. Дальше. Следующая табличка. Цилиндр. Этот тоже, я так понимаю, раунд у нас на скорость. Так. Так. Да. И дальше. Следующая табличка. Макинтош. Так. Ну, это. Это. Ну, уже. Куда-нибудь уже вставьте. И возвращайтесь обратно. Последняя табличка. Аполло. Полло. Четыре. Три. Два. И. Опять 10 баллов за скорость не заработали, к сожалению. Я думаю, что дело в том, что, Танюш, вот этот Макинтош, да? Немножечко смутил. Смутил. Да. Ну, а теперь считаем правильный ответ. И, конечно же, цилиндр это шляпа, поло, футболка. Ну, условно, Макинтош и плащ, галифа и брюки. Молодцы. Возвращайтесь ко мне. Будем считать баллы. Сейчас у вас на табло уже 80 против 100. Впереди целых два раунда. И, поверьте мне, разница в 20 баллов ерунда. Можно отыграться. Будем очень надеяться. На это будем быстро. Да, да. Причем, знаете, вам не надо прям сверх быстро бегать. Буквально на полторы секунды быстрее. Ну, бегаем красиво, но медленно. Да? Да. Хорошо. Нет, то, что красиво, согласен. Но можно и красиво, и быстро. Я в этом не сомневаюсь. У вас это получится. Вам ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. И о том, как сложатся результаты в третьем раунде у синих и красных, мы узнаем после рекламы на телеканале Хабар. Не переключайтесь, будьте с нами. Поехали. Дорогие друзья, это телевикторина «Бегом за деньгами». Из названия «Все понятно». У нас быстро думают, быстро бегают и зарабатывают деньги. Сегодня с нами играют Наталья Савельева, менеджер фармкомпании Татьяна Ибрагимова, экономист, у которой есть один очень крутой скилл. Манго, вкус, и с какой страны вы можете определить по вкусу? Разве такое возможно? Да, возможно, потому что в Таиланде манго, оно желтое. Более такое, не знаю, с Европы оно… В Европе манго произрастает? Нет, нет, нет. Откуда-то там везут. Да, из других стран. Тоже и по цвету, и по вкусу совсем разное. Замечательно. То есть вы поклонница манго. Да, мне очень нравится в любом виде, в любом приготовлении, потому что есть и смузи, десерты, в чистом виде, как фрукты. Будем надеяться, что тропические фрукты. Будет такая категория. Ренат Исмединов, киберспортсмен, да и просто спортсмен, как мы смогли заметить. И Дарья Береснева, бакалавр факультета искусств. Наши промежуточные лидеры. У вас 100 против 80, значит, вам и выбирать. География или кино? Кино. 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 Вам как раз достается география. Супер, что мы об этом поговорили. Если она будет связана с манго, я вообще буду счастлив. Итак, прошу вас, кнопки, давайте сыграем. Аплодисменты нашей студии. Давайте поделим наших игроков. Ренат, Дарья, категория кино очень интересная. Есть любимые фильмы или актёры? Давайте сначала фильмы. Дэдпул. Ого, первый, да, причём? Да, хорошо. У вас, Даш? Сложный вопрос. Много любимых. Но мне нравится «Начало» с Леонардо Ди Каприо. Замечательно. Прекрасная картина. И, ну, собственно, по актёрам я тоже сделал определённые выводы. Итак, сейчас мы посмотрим на табло, что там появится, что-то знакомое для вас, надеюсь. Итак, поехали. Дастин Хоффман – это актёры. Нуртас Адамбай, Робин Уильямс, Олег Табаков, Джон Траволта и Георгий Милляр. Это замечательные, прекрасные артисты разных стран, разных, ну, скажем так, весовых категорий в плане известности. Но есть один объединяющий, очень интересный фактор. В их кинокарьере были замечательные женские роли, которые они исполняли. И вот, собственно, по левую руку они у нас появятся. Одно к другому нужно сопоставить. Напоминаю, если не знаете правильный ответ, лучше бросить табличку в надежде на то, что напарник поправит. Три, два, один. И первая табличка – это миссис Далтфайр, кто исполнял её роль. Так, дальше бежим. Следующая табличка – Келинка Сабина. Так, хорошо, очень интересно. Дальше. Келинка Сабина. Так, сюда, дальше. Следующая табличка – Тупси. А вот здесь очень интересно. Так, хорошо. Дальше. И последняя таблика. Опять она решила поменять. Так, хорошо. Дальше. Баба-яга. И так. Ну, так. И успела. Но не выбежали меньше 30 секунд. Впервые за два раунда. За три точнее. Итого 10 за скорость не даю. Ну, потому что Дарья, как вы понимаете, дважды помогала своему напарнику. Пригодилась история искусств наконец-то? Да. Ура! Супер! Вопрос насчет мисс Долтфайр и Туцци. Сейчас будем разбирать. Да, Синхофман. Туцци. Это верно. Молодец. Келико Сабина Нуртаса Дамбай. Правильно. Мисс Долтфайр и Робин Уильямс. Верно. Баба-яга и Георгий Милян. Вау! Возвращайтесь ко мне сюда. В соло, в соло. Действительно, соло-выступление Дарьи произошло. Причем, когда вы бегали, по-моему, ты был расстроен тем, что она поменяла мисс Долтфайр с Дастина Хоффманом. Я больше был расстроен своей ошибкой. Потому что я больше ей доверяю в этом плане. Замечательно, прекрасно. Дарья, ну вот, если говорить об этих героинях, какая самая крутая, мне кажется, Туцци? Да, ну не знаю. Мне очень нравится наше казахстанское производство. Поэтому Келинку Сабину я смотрела с таким удовольствием. Мне понравилось. Хорошо, я понял, о чем вы говорите. Замечательно. Итак, Наталья, Татьяна, география. Я сам в приятном предвкушении. Что вас ждет? Прошу красной кнопки. Дорогие друзья, продолжается третий раунд шоу «Бегом за деньгами». Наталья и Татьяна выбрали категорию география. География. Мы все в предвкушении, что появится на правой стороне табло. Давайте посмотрим. Моря, я так понимаю. Каспийское, Черное, Море Лаптевых, Азовское море, Аральское и Карское. Ну, я погорячился, значит, слово выбрали, она вам досталась, да. А слева будут появляться... Есть предположения? Страны? Нет. Еще сложнее. Стороны света? Еще сложнее. Реки, в которые впадают в эти моря. Это застрелится просто. Все, как мы любим. Урок географии, да. Но, возможно, вы справитесь. Напоминаю, если не знаете правильный ответ, бросайте табличку в надежде на вашего напарника, а точнее напарницу Татьяна, Наташа. Мы вам аплодируем и желаем успешного выступления. Три, два, один. Время пошло. И первая табличка – это река Лена, ну же. Так. Хорошо. Река Лена – это сюда. Дальше. Следующая табличка – Дунай. Дунай впадает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Время. Так. Допустим, дальше. Следующая табличка – Волга. Так. Хорошо. И куда? Сюда. Очень интересно. И последняя табличка – река Сырдарья. Мы же не успели. Ну, надо было хотя бы попытаться. Если бы вы попытались, я бы вам... Ну, давайте, куда впадает Сырдарья, поставьте. Ну, конечно, Позовская. Ну, иди поставь, пожалуйста, да. А, отбазовская. А, нет, не вазовская, воральская, господи. Хорошо. Что я говорю? Так. За попытку, честное слово, я бы дал бы 10 баллов, поэтому, пожалуйста, не сдавайте. Но мы не знаем, бежать или нет. Ну, что значит, не знали, бежать, пока тут не взорвется все, бежать без остановки. Все, договорились. Итак, 10 баллов за скорость девушки не получают. А по поводу Дуная и Черного моря – верно, отлично, молодцы. А нам говорят, что в Волга впадает Каспийское море. Помните песенку? Да. Так, Лаптевых – неправильный ответ. Лена и Азовское море тоже неверны. Именно в море Лаптевых впадает река Лена. Помните, это там вот Сибирь, туда посевернее. Средарья – Аральское правильное совпадение, но мы, к сожалению, его не засчитываем. Итого, 10 баллов заработали девушки. Пойдемте к нам сюда. Что обычно вы делаете в жизни, вот в ситуациях, как сейчас, когда, казалось бы, собственно, уже проигрыш практически рядом? Что нужно сделать, чтобы попытаться гордо подняв голову закончить или, может быть, в отчаянной попытке попытаться выиграть? С надеждой верить в удачу. Совершенно верно. Как вы поступаете в такой ситуации? Доверяюсь интуиции, но сейчас что-то она прям подвела меня. Да? Хорошо. Ну, ничего страшного. Я думаю, что все получится в четвертом раунде шоу «Бегом за деньгами». Поехали! Мы продолжаем программу «Бегом за деньгами» здесь, на телеканале Хабар. Это викторина, в которой нужно быстро бегать, быстро ставить таблички, быстро думать и много знать. Все вместе, одному человеку. Но, к счастью, они играют в команде. Сегодня с нами за синим столом Ренат Исимединов и Дарья Береснева. Вот час ощущения. Вы такие прям серьезные промежуточные лидеры. Тем не менее, посмотрите на этих прекрасных дам. Мне кажется, они не собираются сдаваться. Мы готовы к победе. Хорошо. Только за победу и пришли. Да. Какая замечательная позиция. Какой прекрасный настрой. Наталья, Татьяна, я думаю, что вам нужно... Поборемся. Поборемся, да? Вот так. Прекрасно. Замечательно. Мне это нравится. И тем не менее, категорию выбирают все-таки они. Рукоделие или мифология? Можем мы дать возможность выбрать нашим соперникам? В принципе, это не запрещено правило. Что-то подсказывает, что нужно сделать именно так. Хорошо. Поступок джентльмена. Рукоделие или мифология? Нам не нужны с ней шхождение. А какие были категории? Он же от души. Рукоделие или мифология? Ну, конечно, рукоделие. Мифология устраивает? Конечно. Супер. Они как раз ее и хотели. Замечательно. Прекрасно. В четвертом раунде первый забег начинает команду, у которой меньше баллов. Это вы, прошу, кнопки. Наталья, Татьяна. Вообще, когда мы выбираем категорию, наверное, априори, все-таки мы подозреваем достаточно более обширную, чем рукоделие, не шитье в данном случае, а то, что делают руками. Причем, может быть, так сказать, не у нас дома. Тем не менее, может мне кто-нибудь сказать, что такое макраме? Ну, это узелковое плетение. Слава Богу. Наконец-то я это узнал в 41 годах. Хорошо. Будет ли макраме у нас на табло, мы сейчас узнаем. Смотрим. Там появляются то, что делают руками. Вязаные игрушки, украшения для волос, композиции из цветов, фигурки из бумаги, мозаика из ткани и вышивка на шарах. Это все делают в Японии, девушки. Но некоторые из этих искусств стали популярны во всем мире. Их японские оригинальные названия. С левой стороны будут появляться, одну к другому ставим. Три, два, один. Время пошло. Первая табличка это темари. Ох, как сложно. Ставьте куда-нибудь, потом разберемся на удачу. Дальше. Следующая табличка. Амигуруми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это сложно. Лучше куда-нибудь сюда. Дальше. Оригами. Как будто бы что-то знакомое. Во всяком случае для меня. Так. Сюда. Дальше. И последняя табличка. Это икебана. У-у-у. Може, 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 може. Время, 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 время. Ну-ка. И последнюю. Сюда. Наталья, Татьяна, прежде чем мы будем читать баллы, скажите, пожалуйста, ходите ли вы, ну, куда-нибудь там на разминку, прогулки, спорт? Видно, да, что мы такие из гуманитариев. Не из спортсменов. Ну, нет, ни в коем случае. Я имею в виду, просто вот вообще есть такой опыт какой-то там, я не знаю. Ну, после сегодняшней передачи, думаю, надо начать. Да. Вышивать крестиком. Нет, мне кажется, вы на работе очень шустрые, Татьяна. Вы дома с четырьмя детьми тоже успевай только, да? Да, бегать надо. Да. То есть, в принципе, я вижу, у вас прекрасный потенциал для скоростных забегов. Просто чуть-чуть немножечко поднажать. Конечно, вопросы убийцы Амигуруми и Темари. Икебана и Оригами еще более-менее. И давайте посмотрим на Амигуруми, правильный ли это ответ. Да! Ух ты ж! Так, кто-то говорил об интуиции. Вы говорили об интуиции. Супер, вот она и сработала. Или вы это точно знали? По-моему, ты поменяла, да? Да. По-моему... Ну вот что-то вот Гуруми, мне кажется, это как-то связано вот с игрушками. Хорошо, замечательно. Мне кажется, какой-то корень туда относится. Супер, прекрасно. Темари, украшение для волос? Здесь чисто интуиция. Ах, темари, это те самые шарики, на которых вышивают. Вышивают, точнее, на шарах. Икебана, композиция из цветов, правильная коррекция. Оригами, фигурки из бумаги. Молодцы! Возвращайтесь к нам сюда. Вы, несмотря на очень сложный вопрос, были, ну, совсем близки к ситуации, чтобы все-таки догнать эту команду. Но 120 тоже отличный результат. Я и наша студия, и наши зрители у экрана вам аплодируют. Ренат, Дарья, забег престижа. Я его так называю в категории мифология. Прошу. Я все-таки хочу увидеть возможный максимум, потому что у нас есть такая штука 200 баллов. Их мало кто набирает. Сегодня вы были очень к этому близки, но есть возможность набрать 190 и попасть, так сказать, в ариапакт наших игроков. А по поводу того, какие это принесет бонусы, мы подумаем ближе к концу сезона. Готовимся к тебе. Итак, мифология. Какая ближе? Какая больше нравится? Ну, в смысле, какую больше знаете? Ну, греческая мифология была темой моей бакалаврской. Да ладно? Так, здорово. А у вас вообще любовь к этому не родилась из книжки Куна «Легенды и мифы Древней Греции»? Читали ее? Ну, я выросла на мультиках Диснея, и Геркулес, мне он очень сильно нравился. Это называется постмодернизм, дорогие друзья. Но если он в итоге приводит к академическому образованию, это круто. У вас? Тоже греческая. Супер. В детстве у меня была большая греческая энциклопедия, которую я вызубрил на зубок. Сейчас, конечно, не могу похвастаться такими знаниями. Я прямо рекомендую обязательно купить и книжку «Легенды и мифы Древней Греции». Именно то, как Кун переложил некоторые моменты и как, не знаю, совместил. С одной стороны, это тяжелый достаточно язык древний, с какой-то легкостью повествования. Это прямо удовольствие просто получаешь. Смотрим на табло. «Легенды и мифы Древней Греции»? Нет. «Кентавр»? Да. «Валькирия»? Ну, уже где-то там про это. «Албасте», «Пен», «Гоблин» и «Гаруда» — это все мифические существа. Вы это прекрасно наверняка знаете. А вот кто из какой страны, так скажем, или какой мифологии, мы сейчас будем составлять. Точнее, будете делать вы. Мы будем вам аплодировать. Три, два, один, поехали. И первая табличка — это индийская мифология. А кто из индийской мифологии? Так, хорошо. Дальше. Следующая табличка из китайской. Из китайской это так. Очень интересно. Следующая табличка из казахской. Так. И сюда. И последняя табличка — это греческая, о которой мы говорили. И из греческой мифологии. А вот так. Ха-ха-ха-ха-ха. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Молодцы! Браво, 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 браво! 150 баллов на табло за скорость появляется. И теперь смотрим сверху вниз. Кентавры из греческой мифологии, Албасте из нашей казахской, Пен из китайской, Игоруда из индийской. Возвращаемся ко мне под аплодисменты нашей студии. Наталья, Татьяна, прежде чем мы с вами попрощаемся, да, прежде чем мы с вами попрощаемся, дайте рекомендации тем игрокам, которые придут на ваше место, как играть и выигрывать все-таки. Ну, прежде всего быстро бегать. Принято, записано. Быстро соображать. Так. И постараться быстро получить удовольствие от этой прекрасной игры. Замечательно. Татьяна? Добавить нечего. Всегда верить в успех, в свои силы и в хорошее настроение этим всем совокупности. Не расстраивайтесь. У вас на самом деле была отличная игра. Я уверен, ваши семьи, ваши друзья, ваши коллеги будут вами гордиться. Аплодисменты Наталье Савельеву, Татьяне Ибрагимову. У нас прекрасная традиция в завершении каждой игры перед финальным забегом. Соперники пожимают друг другу руки. Аплодисменты нашей студии. Ваша честь. Спасибо большое за игру. Наталья, Татьяна, успехов вам. Всего наилучшего. Спасибо. До свидания. Ренат, Дарья. Вы показали один из лучших результатов за всю серию игр. Есть те, кто набрал 200, но их немного. 190 тоже очень мало. Теперь вам нужно просто выиграть 120 тысяч тенге. Да. Поэтому, как это будет, узнаем совсем скоро. Поехали. Дорогие друзья, мы добрались до финального забега. А точнее не мы, а Ренат Исимединов. Практически профессиональный киберспортсмен и бакалавр факультета искусств Дарья Береснева. Добежали с просто шикарным результатом. 190 баллов. Давайте еще похлопаем. Береснева за малым. Осталось выиграть 120 тысяч. И все. Да, это, я думаю, будет легко. Итак, вопрос номер один. На минутку возвращаемся к, ну, наверное, элементу удачи. Хотя здесь уже больше все зависит от вас. Нужно выбрать стенку. Фиолетовую или красную? Фиолетовую. Ух ты, одновременно они это сделали. Круто. Мы же команда. Да, он показал рукой, она сказала вслух. Дорогие друзья, мы совсем скоро узнаем, Дарья и Ренат, выиграют ли они наш первый денежный приз, а потом дополнительный, бонусный, буквально сразу после рекламы. Здесь, на телеканале Хабар. Не переключайтесь. Правила финала телевикторины «Бегом за деньгами». На игровом поле расположены 8 ячеек по 4 с каждой стороны. На столе ведущего 8 табличек, которые он поочередно выдает участнику финального забега. Задача игрока определить, какие 4 плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалиста есть 60 секунд. Смотрим на фиолетовую стену, и там появляются рок-звезды. Как интересно, как вообще с ними взаимоотношения с этой музыкой. Это больше для мальчиков, наверное, не знаю. Девочкам. Ну, я меломан, так что для меня, в принципе, рок-звезды, думаю, кого-то догадает. Хорошо, замечательно. То есть, собственно, выбор уже сделан. Он будет в игровом поле, а вы здесь, Дарья, очень важная у вас позиция. Вы не просто помогаете и вдохновляете, вы прям подсказываете, наконец-то в этом раунде это можно делать, и даже громко. Хорошо? Отлично. Оставайтесь с этой стороны. Ринат, вот кнопки. Итак, напомню правило. Запускайте таймер. Целых 60 секунд. Вы понимаете, как это много? Восемь табличек. Те, которые про рок-звезд, с правой стороны, те, которые не про рок-звезд, с левой стороны. Таблички могут падать, но в итоге за все 60 секунд они должны все стоять на месте. Хорошо? Лучше пусть упадет, потом поправишь. Прямо показывая ему, что и как делать. Три, два, один. Запускаем таймер и первая табличка это. Так, дальше. Следующая табличка. Отсюда. Хорошо. Так, побежали дальше. Пока все таблички падают, но это не страшно. Так, 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 так. Дальше, 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 дальше. Да что ж такое? Ни одна у него просто не стоит на месте. Так, хорошо. Так, Дэвид Боуи. И еще, 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 еще. Последняя табличка. Сюда, сюда. Так, и осталось 30 секунд на то, чтобы теперь аккуратно поставить. Так, ну же, ну же, у тебя это получится. Я уверен, что получится. Куратопадема будет с медами Рената. Теперь все таблички надо расставить. Ренат, все таблички, да. Так, хорошо. Так, 9, 8, 7. Он успеет, он успеет, он успеет. Я уверен, что успеет. Так, Джона Ленона. Я засчитываю как у человека, уложившегося по времени. Вы, кстати, сегодня много рекордов ставите. Вы первая команда, у которой все 8 табличек были на полу. Обычно возвращайтесь ко мне сюда. Да, я люблю ставить очевидные рекорды. А теперь давайте будем считать. Дэвид Боуи, Джон Леннон, Мик Джаггер и Курт Кобейн. Конечно, рок-звезды. Супер, отлично, прекрасно. А теперь у вас 100 тысяч. Я вас с этим поздравляю. Ура. Отлично. Супер результат. Я предлагаю выиграть еще больше 120. Либо минус 20 от вашего результата. Прочитайте в слух даре, кто там с красной стороны. Шакира, Майкл Джексон, Джастин Тимберлейк и Мадонна. И кто они? Они поп-звезды. Все это окончательный ответ? Да. Давайте посмотрим, так ли это поп-звезды. Догадка, предположение наших игроков. И это да, конечно. Просто вы там музыка, которую я люблю. Да? Отлично, прекрасно. Замечательно. 120 тысяч вы сегодня выиграли. Браво! Супер. Я горжусь вами. Прекрасный результат в трех раундах. Отличный результат в финальном забеге. И ваши, как уже признанных, официальных чемпионов нашей игры. Рекомендации тем, кто после вас придет сюда играть. Как нужно играть и выигрывать? Верить в свою интуицию. И следить за своим здоровьем, конечно же. Да, хорошо. Сторость очень важна в этой игре. Да. Мне кажется, еще хороший шаг это идти вместе с друзьями, потому что у вас связь. И вы дополняете друг друга. Да. Да. Но это было заметно. Да, это было заметно. Наши кооперации. Супер. Дорогие друзья, приходите друзьями, с семьей, с любимыми. Отсюда на шоу «Бегом за деньгами». Вот номер WhatsApp, на который нужно подавать заявки. Наши редакторы с вами свяжутся в ответ. И, надеюсь, мы увидимся в этой студии. Вы заберете наш денег. Непрыс, как сегодня это сделали Ренат Семединов и Дарья Береснева. Им аплодисменты. А мы с вами увидимся уже завтра здесь, на телеканале «Хамар». Всем доброго. До свидания. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ